Эго – это смертельная бизнес-болезнь, но при желании излечимая. Почему продавцы бывают эгоцентричны? Ты хочешь, чтобы тебя любили? А твой бизнес-клиент ориентирован? Привет! Меня зовут Олег Богомолов. Мы говорим о бизнесе с точки зрения клиентов. А для того, чтобы нам было веселее, мы добавляем немного музыки и фильмов. Поехали! Ты хочешь, чтобы тебя любили? Уверен, что ответ – да. Все мы хотим, чтобы нас любили. И это касается не только личной жизни, но и взаимоотношений в бизнесе. Вы меня хотите? Что вы хотите? Лотерейный билет, пожалуйста. Любовь клиента к компании будет взаимной, если он будет получать то, что ему нравится, то, что он любит и то, что вызывает у него положительные эмоции. То есть, если он получает лучший клиентский опыт. А это значит, что клиент будет рекомендовать тебя в 5 раз чаще и будет готов платить на 30% больше. Отличная статистика, но как клиент ты прекрасно знаешь, что со взаимной любовью у нас есть еще очень большие проблемы. Что вам угодно? Смотрю, что есть. Вы что-нибудь ищете? Нет. Вернее, что-нибудь строгое. У вас прилично. Спасибо. Сколько стоит это? Вряд ли оно вам подойдет. Я спросила, сколько, а не подойдет ли? Мария, сколько это стоит? Очень дорого. Оно очень дорогое. Слушайте, у меня есть деньги. Едва ли у нас есть что-то для вас. Вы пришли не по адресу. Уходите. Уходите, пожалуйста. Почему продавцы, менеджеры по продажам и сотрудники сервисных служб часто ведут себя подобным образом? Ты думаешь, что они плохо воспитаны или их не научили общению с клиентами? Из Википедии. Эгоцентризм – это восприятие своей точки зрения как единственное существующее. Для любого бизнеса такая позиция – это смертельный приговор. Здравствуйте, я могу вам помочь? Здравствуйте, нет. Вы меня помните? Нет, простите. Я была здесь вчера, и вы не захотели меня обслуживать. Вы получаете, как у нас продаж? Да. Так вот, вы очень ошиблись. Мне пора идти. Пока. О персонале мы поговорим с тобой в следующих сериях. А сейчас давай посмотрим на проблему глобально. Чаще всего проблема не только в продавцах. Они лишь отражают позицию менеджмента и политику компании, когда выстраивается эго-ориентированный бизнес, продукт-ориентированный, технологий-ориентированный, но не клиент-ориентированный. Как быстро понять, насколько на самом деле, а не на словах, бизнес-клиент-ориентирован? Есть очень простой способ. Возьми два утверждения касательно совещаний топ-менеджмента и дай на них ответы «да» или «нет». 1. Первые пункты повестки дня касаются клиентов «да» или «нет». 2. Топ-менеджеры знают 5 последних самых серьезных жалоб клиентов «да» или «нет». Если хотя бы один ответ «нет», то у бизнеса очень серьезные проблемы. Что делать? Подпишись на наш канал и получай ответы в следующих видео. Ну а если есть срочные вопросы, пиши по ссылкам в описании. На сегодня это все. Ставь лайк, если понравилось, делись с друзьями и коллегами. Я желаю тебе и твоим клиентам лучшего клиентского опыта. Меня зовут Олег Богомолов. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok